В Управлении антимонопольной службы по Ингушетии подвели итоги деятельности за прошедший год. В отчетном периоде региональным УФАС было возбуждено и рассмотрено 65 дел о нарушении антимонопольного законодательства, что на порядок больше, чем в 2017 году. Так, в прошлом году за нарушение закона о защите конкуренции привлечено к ответственности 12 должностных лиц, 8 хозяйствующих субъектов и 7 должностных лиц органов власти. Наложены штрафные санкции на сумму больше 2 миллионов рублей. Управление вынесло 11 постановлений по статье «Нарушение закона о рекламе». Что касается включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков, то всего в Управление поступило 5 таких жалоб от заказчиков в связи с тем, что поставщики либо уклонялись от подписания контракта, либо не соблюдали его условия. Общество одно выиграло аукцион на поставку продуктов питания в республиканскую больницу. Но после подписания контракта они как-то не захотели поставлять этот товар, начали какие-то там договоренности вести с лечебным учреждением. Здесь, получается, пострадавшие лица были наши больные, которые находятся, не получали там еду. И в результате ИРКБ написало нам обращение для включения этого хозубъекта в реестр недобросовестных поставщиков. Мы данное юридическое лицо включили в реестр, и вот два года теперь он не имеет права вообще участвовать в закупках. То есть он больше участвовать не будет, как бы мера наказания такая более жесткая для хозубъектов, которые срывают госзаказ.